Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, мы сегодня снова видео на проекте Мазин Холиплей. Сегодня мы посмотрим все это видео про глобальное обновление и также посмотрим новые скриншоты. Сейчас уже проходит ЗБТ, поэтому много кто делает скриншоты, видосики там и так далее. Меня на ЗБТ не пустили, к сожалению, но я вам буду показывать то, что я знаю. Набирайте 300 лайков и выходит новое видео по Мазингу. Также не забывайте вводить мой промокод. Мой промокод Кирилл Гейм, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазин Холиплей. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ну что ж, я изначально предлагаю посмотреть видео, а потом уже посмотреть скриншоты и обсудить их. Видео довольно-таки не очень большое, оно идет 1 минуту и 3 секунды, но там показали много чего интересного. Ну точнее, это пацан снимал, который попал на ЗБТ из-за того, что он снимал это видео и его как бы деактивировали. Это игрок первого сервера, возможно вы как бы его знаете. Я перед тем как снимать узнал, у разработчика можно ли это показывать на ютубе. И он сказал, что можно, поэтому надеюсь без этого ничего не будет. Итак, давайте вы сразу просто сами посмотрите это видео. Я просто, ну, буду его тоже смотреть, еще раз пересмотрю, а потом уже будем разбирать все подробно. Поэтому давайте смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вот и как бы последнее видео. Теперь давайте разберем все подробно, что как бы я заметил. Это то, что когда ты едешь на мотоцикле, то слышен звук ветра. Это довольно-таки прикольно, потому что, ну, раньше такого не было. Раньше, когда ты едешь, такого не было вообще никогда. А здесь именно звук такой ветра, еще реалистичный. Когда ты едешь на мотоцикле, это реально круто. Также, что я заметил, то, что на мотоцикле максималка, то 60, по-моему, мотоцикл идти. То есть скорость увеличили. Кстати, вот еще новая больница, как я понял. Обратно будет здесь больница находиться в Арзамас. Я, конечно, не понимаю, зачем это делать. Потому что, ну, расположение больницы в Южном очень идеальное. Поэтому я не понимаю, зачем они возвращаются к старому. Зачем они вернули обратно больницу в Арзамас. Возможно, будут обратно две больницы. Короче, непонятно. Но знаете, что я еще заметил? То, что видите, откуда начинается вообще движение. Движение начинается, получается, с новой дороги, которая будет вести с Арзамаса в Латкарина, пацаны. Это очень круто. Вы даже можете вот по карте посмотреть, что это действительно так, что дорога будет вести Арзамаса и прямо в Латкарина. И там будет туннель такой. Итак, что мы еще здесь видим? То, что здесь будет больничка новая. И что я еще заметил? Вот видите, чек, получается, на спидометре показывается. Я вот никогда не понимал, что это такое. Но, скорее всего, это будет чип так отображаться. Ну, типа, молния, это значит, что чип есть. Если не будет такого, значит, чипа нету. Ну, скорее всего, так это будет работать, потому что, ну, других объяснений у меня нету. Потому что здесь, видите, горит, как бы, молния нарисована и, типа, мотор. И, скорее всего, это значит, что здесь есть чип. А у кого нет чипа, вот такого не будет. Конечно, он очень быстро едет, и поэтому я толком не могу ничего посмотреть, потому что, ну, всё размыто. Но здесь мы как бы видим ENB, то, что будет. Оно будет включаться в лаунчере, если что, его можно будет выключить, поэтому не переживайте. Мы видим то, что такие блики солнца, небо там и так далее. Всё это красиво выглядит, но, скорее всего, больше, чем 60 FPS, я думаю, вы не увидите здесь. Но здесь всё едет, и ничего я вообще не заметил. Вот максималка, видите, 165. Сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, максималка на Мазинке у Дугатти, где-то 135 километров, по-моему, да, где-то 135 километров максималка. Здесь он как бы едет, 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 в принципе, по центральной дороге, куда раньше шёл мост. И здесь мы видим то, что дальше идёт продолжение, и моста пока что не видно. Возможно, там где-то вдалеке он есть, но здесь как бы его уже нету. То есть сначала он будет в другом месте, и здесь как бы сейчас мы увидим очень интересную тему, это получается СТО. Как бы вот у нас СТО, и здесь вот будут новые чекпоинты, которые вы должны будете заезжать, сигналить и заезжать в СТО. То есть одну из СТО Арзамаса перенесут к ППС. Видите, оно находится далеко от ППС. И здесь вот будет дорога вести к банку уже, получается. Я извиняюсь, пацаны, за размытость, потому что, ну, это как бы видео, это не скриншоты, поэтому очень тяжело попасть в нужный кадр. Вот здесь у нас находится ППС. Вот, вот у нас здесь ППС находится в правом углу. И здесь, получается, будет идти новая дорога прям-прямо. И, кстати, я заметил, что здесь как-то мало этих светофоров. Очень как бы мало светофоров. По-моему, он ехал, и ни одного не было светофора, если я не ошибаюсь. Ну вот, давайте даже перемотаем. По-моему, реально даже ни одного светофора нету. Да, светофоров вообще нету. Я не знаю, куда они их делят. Типа, ну, возможно, это временное решение, и уже в самом глобальном обновлении будут светофоры, но здесь я как бы ни одного светофора не увидел. Так, дальше мы видим то, что у нас как бы красиво прорисована мини-карта, она квадратная еще. Здесь у нас находится 24 на 7, его как бы не уберут. Здесь мы видим то, что уберут мост, как бы, который у нас шел, получается, к вокзалу Арзамаса. Его как бы уберут, и будет просто ровная дорога. Я, на самом деле, очень рад, потому что этот мост уже как-то подзаебал, и я реально хотел такую ровную дорогу. И, надеюсь, именно с мостом Арзамаса на шанс делают то же самое. Потому что уже этот подвесной мост как-то очень сильно надоел. Ну и, в принципе, дальше мы просто видим там вот вокзал находится, как бы, Арзамаса, и на этом видео обрывается. Ну, то есть, видео заканчивается. Но здесь, кстати, уже светофоры есть. А вот именно в самом Арзамасе, в центре, светофора вообще не было. Поэтому вот такое вот видео, слитое. Конечно, я думаю, вы уже многие его видели, потому что оно там по пабликам разошлось многим. Но я решил показать вам и высказать свое мнение насчет этого видео. И, возможно, вы не увидели то, что рассказал я вам. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Погнали смотреть скриншоты. Скриншотики у нас также очень интересные. Это скриншот, получается, ЗБТ. Они тестируют, получается, мод под нагрузкой большой. Типа, ну, видите, сколько машин заспавнили. Это, скорее всего, они тестируют на лаги, там, и так далее. Здесь у нас Бугатти, короче. Вот мне интересно, блядь, сколько Бугатти все-таки едет в ЗБТ. Вот кто знает, пацаны, пишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я знаю, что много людей попало на ЗБТ. И просто, кто знает, сколько едет Бугатти с чипом на ЗБТ, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что мне это очень интересно. Потому что, блин, я не смог попасть на ЗБТ. Поэтому, как бы, я в пролете. Но приходится снимать у вас такие видео, где я обсуждаю скриншоты, там, видосики, слиты и так далее. И, кстати, там на заднем фоне, точнее, не на заднем фоне, а впереди, видно, как бы, домики еще, да, получается. Видно домики, видно, что там лесопилка, по-моему, будет обратно. Но изменения довольно-таки большие. Там вот какое-то здание тоже. А, нет, это, походу, особняк, пацаны. Видите, да, скорее всего, это особняк, либо какое-то здание фракции. Видите, вон там, вдалеке, вдалеке. Следующий скриншот у нас, получается, Анашанчик. Он полностью переделан. Ну, выглядит симпатично, знаете, так, неплохо освежили его. Ну, можно было, конечно, вместо него сделать что-то поинтереснее, ну, что-то свое. Потому что, ну, Анашан, конечно, да, это классика, но хотелось бы увидеть что-то прям совершенно новое. Могли бы построить свой торговый центр какой-то высокий, знаете, там, ну, пятиэтажный, либо вообще какую-то высотку большую. Было бы, я думаю, тоже неплохо. И здесь, знаете, что я заметил? Вот сбоку Анашана, оказывается, будет еще находиться дорога. Ну, полностью карту еще не переделали, но здесь, получается, будет находиться автосалон какой-то. Возможно, это будет Мерседес, либо еще какой-то автосалон, но, как бы, там будет находиться какой-то автосалон прямо возле Анашана. Следующий скриншот, у нас, в принципе, уже видно Анашан так же, и здесь видно вот автосалон. Даже там видно, я думаю, будет то, что это автосалон, в принципе, ну, даже по внешнему виду понятно, что это автосалон. И выглядит это довольно-таки прикольно, то, что прямо возле Анашана будет какой-то из автосалонов. Также вот там поезд стоит, в принципе, и больше здесь ничего интересного не видел. Итак, следующий скриншот получается такой самый интересный, как я считаю, но здесь очень большой косяк, просто самый большой косяк. То, что, блядь, они сделали мост, как на Радмире. Ну зачем, блядь, ну зачем вы сделали такой же мост, как на Радмире? Вот нахуя, вот зачем? Вы могли как-то постараться и сделать другой мост? Да, он симпатичный, да, он красивый, но зачем был оставить такой же самый мост? Вы же, блядь, должны отличаться от другого проекта. Зачем вы это сделали? Просто я не понимаю, зачем? И теперь, как бы, он не будет разводиться. Как бы, да, многим бесит то, что он разводится, постоянно этот мост, но, блин, это хоть какая-то, знаете, атмосфера, какие-то пробки получаются, и это реально было круто. Ну, оно и сейчас есть, конечно, только на старом Амазинге, а на новом Амазинге, как бы, этого не будет, то есть мост не будет разводиться, он будет такой же самый, просто, как и на Радмире. Ну, блядь, реально, меня это бесит очень сильно, потому что я думал, хоть они сделают что-то другое. Ну, что ж, вот такое получилось видео, сегодня мы посмотрели слитое видео, получается, с глобального обновления, также посмотрели скриншоты, все это обсудили, все, что видел, я вам рассказал и показал, поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 300 лайков, и выходит новое видео. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, потому что там постоянно выходят фото, видео, сторисы, самые свежие новости, поэтому, пацаны, всем рекомендую подписаться на мой инстаграм. Всем спасибо за просмотр, повторюсь, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте постараемся до нового года набрать 17 тысяч подписчиков. Все, всем пока-пока.